Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Актуальная информация об эпидемиологической ситуации в Десногорске. Лабораторное подтверждение идёт очень медленно. Мы отправляем в четыре лаборатории эти тесты и, к сожалению, по 10-12 дней ждём результата. В Десногорске пресечена деятельность наркопритона. Вам наркозависимые что-то взамен давали? А я ещё просто пускал и всё. Алкоголь давали вам за это? Да. Акция «Лес Победы». Закладка дубовой рощи на Кургане Славы. Но никогда бы этого не было, если бы не было людей неравнодушных. Не было бы людей, которые не просто говорят, а вот делают. А по эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил представитель медсанчасти номер 135, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, на территории нашего города зарегистрировано 16 положительных случаев результата выявления новой коронавирусной инфекции. Всего проведено более 1600 тестирований жителей нашего города и работников Смоленской атомной станции. Как видите, 16 случаев положительных находок. Это небольшая цифра, но для нас сейчас более важной является цифра поступающих больных, которые находятся в инфекционном отделении и в новом ковидном отделении, которое открыто на базе роддома. В настоящее время в этих двух отделениях находится 36 больных, в основном с пневмониями. Лабораторное подтверждение идет очень медленно. Мы отправляем в 4 лаборатории эти тесты и, к сожалению, по 10-12 дней ждем результата. На предприятиях, на атомной станции проводится бесконтактная термометрия, медицинское наблюдение за персоналом к работникам атомной станции. Особое отношение, поскольку это предприятие стратегическое и непрерывного цикла, на котором мы не можем допустить распространение инфекций. Хочу сообщить, что на официальном интернет-ресурсе 100% в Десногорск опубликован пост «Вопрос-ответ», в котором вы до 12 мая можете задать интересующие вас вопросы. И наиболее часто задаваемые вопросы на следующей неделе будут даны исчерпывающие ответы. Уважаемые жители Десногорска, в заключение разрешите мне от всех медицинских работников поздравить вас с наступающим праздником Победы, пожелать вам крепкого здоровья. Всего хорошего. Окончание зимы нынешнего года несколько десногорцев коротали в гостях у местного жителя. Вместо чаепития и бесед они развлекали себя употреблением наркотиков. А теперь уже бывшем наркопритоне далее в сюжете. Одна из десногорских квартир стала местом незаконного досуга. За сомнительное вознаграждение ее хозяину здесь можно было уединиться и принять запрещенное зелье – марихуану. Владельца жилплощади, 44-летнего ранее судимого местного жителя, такая взаимовыгода вполне устраивала. Подозрительное жилье привлекло внимание оперативников еще зимой. В период с января по февраль были задержаны граждане в состоянии наркотического опьянения. Но на момент визита оперативника в квартире был только ее хозяин. Он признался в содеянном. В отношении подозреваемого отделом дознания отдела МВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса, организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ 6 мая за считанные дни до 75-летия Великой Победы была проведена экологическая акция. Неравнодушные горожане своим примером показали, что патриотизм – это не только слова, но и действия. И заложили дубовую рощу на кургане славы Десногорска. Подробности далее. Знаковый для Смоленщины и Десногорска в частности мемориал Курганславы в предпраздничные дни становится настоящим центром притяжения. Будущий символом победы Курганслава-Десногорска – это еще и пример коллективного созидания, которому не помеха в том числе и особая эпидемическая обстановка. И дождик прошел, и благостная погода, и люди пришли хорошие сюда. И сейчас посадим деревья, этот парк подымется, и вот это будет наша память павшим в боях за защиту нашей рощи. Часть этой памяти – дубовая роща, которую поддержал и реализовал Совет руководителей предприятий Десногорска по инициативе куратора проекта Михаила Лосенко. 89 саженцев красного канадского дуба и 64 ели. Всего 153 дерева через несколько лет станут дополнением ансамбля-мемориала, который уже значительно преобразился за последний год. Далее – размещение новых экспонатов в музее под открытым небом. Это Катюша, легендарная Катюша. Это Полуторка, это Зенитка, это Сорокопятка и много-много еще экспонатов. Престоящий любимый и привычный праздник в этом году проходит по непривычному сценарию. Пусть пандемия и внесла свои крестивы в празднование Дня Победы, но отменить его ей не под силу. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 8 мая в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 9, ночью плюс 6. На сегодня выпуск завершен. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова